добрый день зрители моего канала сегодня я хотел немножко отличься от блоков с радио приемником кощей либо леший хотелось бы остановиться на простых блоках без радио управления которые у нас есть такого плана из того что который позволяет также использовать ставить две батарейки либо одну батарейку но это старые блоки и используется вместо заводского блока так вот данное видео будет содержать ответ на вопрос почему оригинальные лего и к и к приемнике липин радиоприемники немножко хуже по параметрам чем радио блоки ну того моего производства там либо rc brick либо другие сторонние самодельные устройства либо даже тот же бувис он намного интереснее чем стандартное заводское лего управление ответ в этом во всем кроется в непосредственно самих блоках сам производитель изначально ограничил возможность их использования с помощью того или иного оборудования предыдущих видео мы я вам показывал как ограничиваются оригинальные моторы защищаются от перегрева тех же контактов и здесь блок был тоже показан что в блоке стоит предохранитель но сейчас я вам хочу показать немножко другой обзор так приступим здесь у меня батарейный блок стоят батарейки новые включаем блочок видим напряжение на блоке 9 и 4 вольта подключаем для начала оборудование от оригинального лего оригинальные лего инфракрасный приемник все включился вот тоже оригинальное все канал одинаковый берем для примера управление одним мотором позже я вам чуть чуть позже объясню что к чему вот сейчас у нас питается оригинал вся эта конструкция ток 19 миллиампер вот этот мотор не оригинальный китайский мотор если мы я нажимаю на один канал идет напряжение 29 в 36 миллиампер на холостом ходу отпускаю вот теперь я хочу вам показать ток потребления мотором через инфракрасный приемник то есть моя за задумка продемонстрировать вам возможности родного леговского оборудования там лего липин и чтобы поняли разницу почему что-то едет что-то не едет конструкции и так поехали ток потребления 840 миллиампер 820 820 миллиампер потребляет мотор через вот этот инфракрасный приемник при стопоре всего лишь 800 миллиампер напомню напряжение у вас 9 вольт на этих батарейках напряжение проседает вы видите при включении и соответственно вот пока опять показываю 800 миллиампер напряжение падает до 7 вольт теперь я хочу включить свой блок питания который у меня выдает 9 вольт и соответственно 4 ампера ток немножко не подготовлен прошу простить на всякий случай проверю чтобы не спалить ничего напряжение 9 вольт здесь у нас включаем нужно поменять полярность ну если пыхнет будет не очень конечно здорово так еще раз проверяем полярность и подключаем разъемы все верно пробуем подключаем на блок питания подключаем блок питания блок питания выдает гарантированное напряжение 9 вольт вот ровно 9 и ток стоит 4 ампер ну давайте чистоту эксперимента добавим сюда напряжение 10 вольт не добавим ну пускай бы 9 вольт 9 вольт 899 ток потребления 16 миллиампер вот мы включили блок питания гарантированно 4 ампера пробуем тормозить 860 миллиампер то есть в принципе через блок питания идет тот же самый ток как из батарейки только единственное что он не проседает так сильно 8 вольт и те же 800 миллиампер поэтому я думаю можно блок питания эксперимент с блоком питания убрать оставить эксперимент с батарейками то есть вы видите 800 миллиампер пропускает данный прекрасный приемник что ж пробуем меняем что у нас будет с приемником от липина даже интересно сколько тока пропустит ток потребления у нас чуть больше нет да чуть больше 20 миллиампер у того у инфракрасного было 16 миллиампер холостом ходу у этого 20 ну что ж запускаем 1 и 2 ампера ток потребления 1 и 2 ампера что ж проверяем давайте его проверим также для чистоты эксперимента от блока питания 9 вольт 4 ампера напоминаю подключаем 200 миллиампер 1 и 5 ампера 1 и 5 ампера против 800 ампер позволяет данный блок управлять управлять в отличие от инфракрасника вот этот блок липиновский 1 2 ампера теперь напомню для тех кто не видел возможности возможности данного блока возможности данного мотора сколько он может потреблять 1 и 5 ампера этот блок подключаем к блоку питания смотрим сколько вы мотор 9 вольт 1 и 9 ампер 2 ампера вот так вот что я вам хотел сегодня продемонстрировать теперь у нас вот сводная таблица это по применяемым драйвером то есть оригинальный и к приемник позволяет работать от двух с половиной до 10 вольт это первой версии инфракрасный приемник вот он получается первой версии инфракрасный приемник и с обозначением галочка в 1 это тоже первая версия и без галочки это первая версия стоит драйвер 10 с половиной вольт пиковое напряжение возможно то есть это разовая постоянные 10 вольт максимальный ток 1 ампер но по факту как мы видели 800 миллиампер позволяет коммутировать данный блок оригинальная версия и к 2 стоит стоят драйвера как у бувиза 2 напряжение 2 и 7 вольта рабочая до 10 и 8 вольт ток уже коммутируется от максимальный полтора ампера пиковым 2 ампера то есть это на старте поэтому 2 бувиз достаточно неплохо стартует кстати вот у меня тут есть это бувиз тоже для тестирования немножко не работает но надеюсь сделаю и по проверим сравним итоговая мощность на разъем это расчетная мощность то есть то что возможно с учетом максимальная 16 ватт и 21 при пиковом теперь лепин радио вот этот китайский и к приемник лепиновский минимальное напряжение 2 до 10 вольт ток коммутируемый максимальный 1 и 2 ампера 1 и 2 пиковые заявляют два с половиной ампера это по техническим характеристикам микросхемы которые приметь драйвера который применяется в самом приемнике с итоговая мощность 12 ватт либо 25 то есть вы видите что мощность может быть в разы больше чем у оригинального первой версии здесь применяется микросхемы лб 88 33 вот здесь микросхема 88 33 применяется здесь м x 612 драйвер я драйвера ссылки на используем микросхемы приведу ниже под описанием и на страничке соответственно в контакте будет обсуждение вот всем спасибо всем счастливо